Рисковые активы Рисковые потери при этом составляют примерно 1%, как мы видим. Доллар у нас обширно корректируется вверх, наступает он у нас против как основных валют, так и против валют развивающихся рынков, что еще раз говорит о том, что это происходит на коррекции на фондовых рынках. Доллар нефть у нас также корректируется вниз, отражая тенденции, которые у нас на фондовом рынке происходят и отражая усиление доллара. Потери сейчас у нас составляют более 2%. В моменте сегодня нефть падала на более чем 3%. Также у нас вырос спрос на безрисковый актив. Если посмотрим бенчмарк расположенности к риску на рынке, то доходность 10-летних казначейских облигаций. Видно, что в понедельник доходность у нас снизилась, с другими самыми спрос на облигации вырос, то есть спрос также вырос на безрисковый актив получается. Велики шансы того, что у нас вся неделя, не только понедельник, пройдет под знаком рисков, то есть будет преобладать коррекционные движения вниз на рынке, так как по итогам у нас прошлой недели не прибавилось совершенно уверенности, что Трамп не будет сопротивляться исходу выборов. Напомню, у нас есть так называемый риск оспариваемых выборов. Это когда проигравший кандидат пытается оспорить выборы, затягивается выход результатов, производится пересчет голосов. Как мы понимаем, затягивается определение экономического и политического курса США, так как кто же станет лидером, этот вопрос остается неразрешенным некоторое время. Естественно, рынки склонны сейчас закладывать этот риск, и предвыборная неделя является удобным моментом для этого. Вызывает также у нас беспокойство с ситуацией с COVID-19 в США. Собственно, у нас число новых случаев в конце прошлой недели установило новый абсолютный рекорд, более 80 тысяч случаев, если быть точнее, около 83 тысяч случаев. Получается, два дня подряд мы эти значения получали. На прошлой неделе я уже привлекал ваше внимание к этому графику. Почему? Потому что если мы посмотрим на хронологию развития второй волны COVID-19, в Европе уже произошло, везде это происходит, но в США у нас вот этот график, он оставался стабильным в диапазоне 60-40 тысяч случаев. Вот здесь получается, я с 1 октября этот график увидел, но если мы посмотрим, что было на сентябре, вот был у нас диапазон 40-60 тысяч, и как бы было бы очень странно ожидать, что без каких-то ограничительных мер США там не произойдет списка новых случаев. Очень было бы странно ожидать. Как мы видим, у нас вырывается число новых случаев, вырывается показатель вверх, достигает 80 тысяч, и естественно мы опять же примеряем, у нас ситуации с еврозони, где правительство, как общее, так и местное правительство, они реагируют какими-то ограничительными мерами. И сложно ожидать, что арсенал борьбы с такими тенденциями негативными США, он как бы пополнился чем-то кардинально новым, то есть понятное дело, что будут ограничительные меры, если дальше вот эта тенденция у нас продолжится, а скорее всего у нас продолжится, потому что вырвался показатель, вот за вот этот диапазон все начинается там ускорение, да. Ну как бы вряд ли можно ожидать, что будут меры какими-то более суровыми или такими же суровыми, как это было в марте, когда у нас в апреле, когда у нас был тотальный локдаун. На примере европейских активов мы уже с вами увидели, что им совершенно непросто справляться с вот этой новой второй волной. Вот здесь мы видим у нас, что начиная с сентября, даже раньше у нас получаются европейские рынки, мы смотрим бенчмарк DAX, немецкие инвестиции, он у нас находится в диапазоне. Если мы вспомним, что у нас в сентябре повсеместная коррекция на фондовых рынках происходила, у нас в США очень быстро скорректировались. Вот здесь, как мы видим, вот с сентября началась коррекция, быстро, очень хорошо США скорректировались, в Европе, соответственно, такого не происходило. Здесь произошла коррекция и вот у нас Европа получается остается в минусе, остается вот в этом диапазоне, не произошло резкой коррекции. Почему? Потому что там ограничительные меры, там всплеск новых случаев, это все подавляет оптимизм на рынке. Трудно ожидать, что если в США в ответ на вот такую вот динамику будут ограничительные меры, сложно ожидать, что в США не произойдет на рынках то же самое, не будет получается какой-то коррекции вниз. Поэтому очень внимательно следим за вот этой тенденцией с ковидом, за вот этим графиком, будет ли дальше вверх, будет ли 90, будет ли 100 тысяч в день, будут ли какие-то ограничительные меры. Потому что для фондового рынка, как мы видим на примере европейских активов, это очень, собственно, важно. Также напомню, в пятницу вышли у нас индексы активности по производственному и непроизводственному сектору в еврозоне. Вы, возможно, за ними также следили и они у нас показали любопытную ситуацию. Промышленность восстанавливается, активность в промышленности восстанавливается, в сфере услуг все очень плохо, сфера услуг терпит бедствие. Еще одно подтверждение того, что ограничительные меры, вот эти даже, может быть, какие-то локальные ограничительные меры, они подавляют активность в сфере услуг. Как она, собственно, страдает, это отражается в данных. И несложно предположить, что в США может произойти то же самое, если ограничительные меры начнут наращивать. До вакцины у нас еще очень далеко. Ну вот сейчас рынок у нас закладывает вероятность, самая большая вероятность того, что вакцина будет, вакцинирование пройдет у нас во втором, в третьем квартале 2021-го. Есть еще очень много времени, где нужно бороться с ускорением заболеваемости традиционным способом, то есть ограничительными мерами, поэтому риск вот этой коррекции, риск коррекции на ограничительных, на ужесточение ограничительных мер, он есть. Как я описал на прошлой неделе и снимал видеообзор по S&P 500, у нас стоит дожидаться уровней 3400, несмотря на то, что у нас произошел отскок. Почему? Потому что очень странно было бы увидеть стабильные рынки перед событием в США такого масштаба, как выборы, и с такими последствиями, которые имеют потенциал быть шоковыми. Я говорю об оспариваемых выборах, но очень трудно будет действительно ожидать какие-то стабильные рынки. Поэтому, если вы рассматриваете какие-то покупки, я бы ожидал движение вниз, движение ниже до уровня 3350. Вот этот диапазон выглядит привлекательным, на мой взгляд, для покупок по индексу S&P 500, потому что в целом в среднесроке, как мы уже обсуждали сами в предыдущих обзорах, у нас как курс Байдена, так и курс Трампа, они являются очень благоприятными для фондовых рынков. Почему? Потому что Трамп у нас, несмотря на то, что он протекционист, он борется за снижение налогов, он у нас проводит реформы, которые очень дружелюбные для бизнеса. С другой стороны, у нас есть Байден, который собирается вроде бы вести повышенный налог на корпорации на богатых, но с другой стороны, демократы, как мы знаем, они у нас любят перераспределять доходы, любят у нас занимать, поэтому их программа заимствования и госрасходов, она более щедрая. Опять же, это позитивно для рынков. Собственно, я бы ожидал скидки по S&P 500, потому что, как мы видим, у нас есть вот эта трендовая линия, по которой у нас пока что S&P 500 снижается. Вот после того, как пройдет борьба за вот этот вот очень важный уровень, который разделяет покупки и контроль быков и контроль медведей, это уровень 3415-3420 получается. Как только, соответственно, индекс пройдет, это у нас уровень, а снизится до благоприятных значений для покупок, я там вижу возможность покупать. Пока что, на мой взгляд, еще рано можно дождаться хорошей скидки. На этой неделе также второе важное событие, это оно уже касается у нас евро, давайте также эту ситуацию обсудим. Это у нас заседание ЕЦБ, которое состоится в среду или в четверг. В четверг, кажется, оно состоится. И, естественно, будет интересовать нас реакция ЕЦБ на ослабление в сфере услуг, о которой я вам уже рассказал. И, конечно же, тот факт, что у нас рыночные эксперты, рыночные экономисты индустрии, получается, они у нас ослабляют прогнозы по еврозоне, считают, что рост там замедлится из-за новых мер. И, естественно, растет давление сейчас на центральный банк. Что же он припримет, что же будет делать в ответ на все на это? В общем, на мой взгляд, будут какие-то намеки на новое смягчение. Для евро это, естественно, негативно, вкупе с повышенным спросом на доллар, который мы сейчас наблюдаем. Я думаю, я считаю, что у нас произойдет тест уровня 1.17.80 вот здесь. И затем второй тест, который находится ниже, это уровень 1.17, на мой взгляд. Сейчас должен скорректироваться евро-доллар. Потому что со стороны доллара у нас есть факторы, которые благоволят спросу, которые говорят о том, что спрос будет расти. Это вот неделя перед выборами, риск коррекции в акциях. По евро, со стороны евро, это вот решение ЕЦБ, реакция ЕЦБ в ответ на то, что у нас происходит сейчас в еврозоне. То, что замедляется экономика, слабая очень там, в общем, динамика. Нужно что-то делать, нужно предпринимать какие-то меры. ЕЦБ должен как-то на это отреагировать, собственно. Это негатив для евро. Поэтому я считаю, что рост ставить на рост пока преждевременно. А вот на коррекцию евро-доллара вниз шансы очень велики, что вот эта коррекция состоится. Она уже как бы сейчас вот происходит. Вот. И поэтому я считаю, что тест этих двух уровней у нас по евро-доллару, он вполне получается оправдан. Оправдан, как раз таки вот, что у нас есть все факторы, которые как бы благоволят этому движению. Вот. Это всё, о чём я вам сегодня хотел рассказать. Если вам понравилось это видео или вы считаете его полезным, вы можете поставить лайк. Если у вас остались какие-то вопросы или комментарии, не стесняйтесь их писать и задавать. Я готов с вами это, конечно же, обсудить. На этом я завершаю свой обзор. Всего доброго. Торгуйте в профит. Продолжение следует...